Ищите достойную работу в Европе? Начните поиск на сайте www.3w95kot.com Прямые вакансии для опытных и начинающих водителей. Заходите прямо сейчас! Так, заедем мы на автохов. Перекусим. Кстати, здесь аутлет Puma. Можно зайти, посмотреть. Может какую-то фирмовую маечку купить. Наверное, зайдем. Надо поставить паузу. До дома 180 ма еще. Блин, ретарда вообще. В такую мокрую погоду херовую. Вот так сразу машина. Еще есть легкая у меня, пустая. Такую сразу. Знаете? Так что ретарды в мокрую погоду. Если пустые, тем более вообще желательно не пользоваться. Или так. На первое положение тормозами. Здесь хороший автохов. Здесь магазин большой. Магазины есть, но... Вот здесь направо летом бассейн. То есть на бассейн можно пойти 3 евро. Парк там. Но он забит. Это по седьмому бану. Всегда. Вечером... Через 250 метров поверните налево. Следующий по трассе А7. Вечером не найти места. И рядом с ним тоже нету места. Теперь на третьем повороте поверните налево. Какой-то промзоны, чтобы прибомбиться. Да, наверное. Сходим мы. Сейчас, чтобы днем я нашел, где постоять. Обычно на автоховах... Вот Puma Outlet. Пойду, наверное, гляну. Хотя оно мне надо. Еще потрачу сейчас 50 евро. Блин. Я собираю на компьютер. За 50 евро я себе смогу... Купить кейс с подсветкой. Ай, да. Сейчас прибомбиться. Так, чтобы сильно не морочить голову где-то. Где-то прибомбиться было бы неплохо. Ой, блин. Смотрите, проблема даже днем, е-мое. Так на автоховах 1 час бесплатно. То есть, если паузу 45 минут крутить, то без проблем. Через 150 метров поверните налево. Мое местечко. Поверните направо. Я... Ой, блин, а шо это такое? Закрыто. Короче, решил сильно не париться. Здесь на заправку встал. Видите, что народ творит. Ну, слава богу, еще не снесли. А я передом заехал. Кто не понимал, надо было через заправку задом. Кто-то говорил, прицеп страшный, некрасивый. Ну да, может быть, кто привык к трехосевому. А мне уже начинает нравиться. Зато они новые. И поворотная ось такая классная. Прикольные вообще прицепы. Легкие. Из-за того, что одна ось, получается он легче. И у него нету ничего лишнего, короче. Он легкий. А если пустой, то вообще. Кура его не чувствует. Ну, вот здесь Реви есть. Там Алди. Пума там. А я иду, заточу биг-тест. А то пятница, продукты закончились. Ну, можно там бутерброд какой-то сообразить. Но пойду по Хавру. Вон там Сабвей. Так, а где здесь перейти? Хороший автохофт, только маленький и забитый. Это за jus ноги. Ты стоишь. Ты стоишь. Торец. Затар. Торец. 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 но как-то так уже темнеет хотя блин три часа дня сколько 4 без 10 4 уже темнеет приятного аппетита сейчас уже четыре часа вечера уже в кахов походу почти забит такие пироги все можно ехать освободим как будто местечко блатное как обычно когда я выезжаю всем надо такое ура мне место не пошел я в пул ну Да, хорошо пошел. Поехали, продолжайте движение прямо. Хотел сказать прямиком до дома, но придется заехать на базу, оставить прицеп и без прицепа поехать домой. Не ведись по дороге до получения дальнейших указаний. Зато можно будет подъехать на голове прямо под окна дома. Когда с прицепом надо чуть-чуть дальше оставлять. У меня нет места, если без прицепа, то прямо-прямо под окном. У меня свой домик. Свой домик. Да, домик. Дворик для фуры. Ну давай посмотрим, что вы там еще пишите. Что вы там мне, какие гадости. Я так понимаю, на авто стоит GPS-навигация. Да, вот оно стоит. Стандартная. Дафовская. Спросил обновить, когда масло доливал. Во-первых, он сказал, едь надо на там, где брали в аренду грузовик. По Клис. А во-вторых, 200 евро обновление. Что-то такое он сказал. Хотя, блин, почему. Андрей, доброго времени, скажи, пожалуйста, а если тебе туда свернул... А, если не туда свернул и накатал примерно километров 20 лишних, барин сколько ругаться будет? Или относится с пониманием? Да, интересный вопрос. Ну это от барина зависит, конечно. У разных всякие барины. Лично мой барин даже не знает. Как бы он... Он может попросить там на фирме, чтобы ему дали там пароль. Чтобы он следил за мной. Но что-то ему не дали сразу, а потом он не просил. Не знаю, может и попросил, но... Короче, он мне доверяет. Андрюха, ты где? Вот там-то. Ну все, давай. А когда в Польше работал, да, там типа следили за мной. Там я не туда свернул. Он мне звонил. Я говорю... А я сам же начинаю нервничать, когда не туда свернул. Ну и надо где-то развернуться. Не зря. И как раз он в это время звонит. Вот и зря он звонит именно в это время. Он пару раз послушал. Как бы я не матерился, но... Понял, дал понять, что я и так нервный и без тебя тошно. Что я куда-то залез в блудняк там или непонятно. Он, ой-ой, все, не мешаю, не мешаю. Ну, короче, я не знаю. Если, я думаю, до 20 километров не должны кипишевать. Это бывает там. Иногда дорога закрыта. Надо объезжать. Иногда... Сколько есть вариантов, что... Когда... Я думаю, если парень будет ругаться за 20 километров, то надо его слать нахер и всю его контору. Ладно, бывает, я слышал, что 200 километров не туда поехал. Или не разгрузил, надо возвращаться. Ну, вот это да, базара нет. Тогда я бы тоже кипишевал. 200. Я один раз поехал, помню. 70. Первый мой рейс на... На фирме в Польше. Ну, как бы не первый, как бы я сел, выгрузился, и мне дали загрузку. То есть первая загрузка моя, которая сама, по лето ехал разгружать. Ой, я уже как дядя Паша историю. А мне так нравится сейчас, конечно, у него серии огонь. Всем советую. Он рассказывает свою историю, как он начинал. Блин, вообще, и час он рассказывает, час можно его слушать. Особенно мне, вот я еду, слушаю, а у него вечно какие-то приколы, блин. Красавчик вообще. Ну и молодец, еще. Ну и молодец. Дядя Паша, респект. Короче, ладно. Полицай вычисляет опять что-то там. Так, это про что я? А, и поехал я на загрузку, и мне дают координаты. Потому что я в навигатор забиваю, 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 забиваю. Ну, нету. Как бы деревня вроде есть, а улицы нету. Не знаю. Короче, я прошел координаты. А там во Франции, короче, как раз идет меридиан, или что там, юг. Юг и восток. И в навигаторе, когда забиваешь координаты, и вот мне интересно, здесь нету запрета, здесь пока еще. Я знаю, на седьмом автобане много где есть. И когда забиваешь координаты в навигаторе, то не надо как обычно, а надо менять юг на восток. И получилось, что я переехал 70 километров, приезжаю там в поле. Хотя я забил, как обычно, координаты, все правильно. Ну, он говорит, а, ты, наверное, забил неправильно. Юг, восток. И поэтому ты уехал. Хорошо, что только 70 километров. И как бы... Так, ну... Так, чуть-чуть... Ну, это был мой первый рейс. Шеф позвонил, говорит, а ты где? Ты куда поехал? Я говорю, блин, вот Денис мне кинул координаты. И, короче, ну, давай едь туда. Ну, так, сказал, что в следующий раз сверяй и городок, и номер, ну, и где это место, просмотри. Как бы... Ну, с тех пор я уже понял, что надо смотреть. Тогда еще с интернетом были проблемы в самом начале. И я тупанул, просто забил координаты, думаю. Не посмотрел, что там деревня вообще другая. Или вообще там нету деревни. Ну, так бывает. Ну, и, короче, и за это сильно не кипишовали. Тем более, я это был первый рейс. 70. Ну, даже больше, получается. Я на 70 отъехал и потом возвращался. Ну, 100, может. Так что вот так. Да? Такой ответил я на вопрос. Один раз я... Даже недавно, даже видосики было, что мне показывает, как бы, в Словении, по прямой 50 километров. Но такими дорожками и через границу... И это Google сказал. А Google, он не грузовой, он легковой. И как бы, блин, я думаю... А навигатор грузовой показывает, что надо по автобанам километров 120. И как? Я позвонил, говорю, блин, я могу поехать, как Google сказал, но если там будет где-то какой-то мост, запрет, и я потом буду возвращаться, и непонятно что, то... Я и поехал по длинному пути 120 километров. Хотя было вот, близко 50 километров. Но там через город, и я не знал. Может, будет запрет. Так что ситуации разные бывают. А иногда вот разгрузка, а здесь хоп, дорога перекрыта. Всё, тебе надо искать объездные пути, ля-ля-ля. Ну, я слышал, что штрафуют, да, типа, и задержался, почему так долго, не можешь найти разгрузку. Они же не знают, что здесь перекопано всё, и не можешь подъехать, или эта фирма находится где-то в жопе мира. Ну, разное бывает. Возвращается после поездки Андрей домой, такой говорит, ой, сейчас отдохну хоть за компьютером, запускает Евротрак Симулятор 2. Нет, честно говоря, я пару раз, когда ехал в Кишинёв, поигрался, ну, уже не то. В начале, конечно, было, когда перед дальнобоем, я ездил много, открыл, вставил моды, карты длинные, большие. Ездил и по Африке. А сейчас, если я даже буду играть, то так, с вами в онлайне, чтобы покататься туда, или просто там обновления какие-то, если будут, посмотреть, как оно выглядит. А вообще, я уже давно говорил, что эта игра вообще старьё, и я не знаю, блин, я даже один раз сам думал собрать людей, блин, не знаю, проспонсировать, собрать денег и замучить нормальную игру в дальнобой. Я бы был советчиком, как бы я не айтишник и спонсором. И игра бы была бомба просто. Сделать с навигацией нормальной, с тахографом нормальным, с физикой нормальной, с графикой нормальной, блин, ремонты, да блин, я не знаю, они тупят, они даже могут сейчас, я не понимаю. Можно делать каждую неделю обновления, например, смотрите, и менять расположение ремонтов, например, да, то есть уже интерес, о, около Нюрнберга, там уже пробки постоянные, там начали ремонт, там сносить мост начали, это уже можно всё сделать. Обновления, а что там сейчас все на стиме, чик прилетело обновление, 100-200 мегабайт, я хер его знаю, и вроде зарабатывают люди деньги, вроде играют народ, не знаю. но вообще это уже старая графика, всё старая, и онлайн сделать крутой, и по типу танчиков, что начинаешь такой, на бусике, корявом, Volkswagen-транспортером, ржавый, перевозишь, потом херяч можешь себе купить уже там 5-тонник, потом уже можно купить 10-тонник, потом фуру, потом крутую фуру, и, блин, это как в танках, и ты едешь такой, 10-й уровень там, ну, короче, крутая, вот это, и я думаю, народ бы играл, и покупал бы за деньги всё, ну, видно, я не знаю, некому этим заняться, потому что, может, есть идеи, давайте сделаем суперигру, я знаю, можно сделать демку, а потом собрать денег на продолжение, как бы, в стиме, всё можно, всё возможно. Я бы, у меня идеи насчёт игры, я бы сделал вообще шикарно. Сейчас вроде железо хорошее, это пищалка, если я за линию заезжаю. Ну, интернет голимый. Пока эти вопросы ваши, что там ещё было, интересного. Ну, это вот 7-7 автобан, кусок 7-го. Вот он в 3 полосы, такие горки, горки, горки. Ну, мне-то пофиг, я могу их сейчас легко всех обогнать, мне 520 коней, я пустой. то есть он вообще, нажимаю на газ, он разгоняется, но здесь, во-первых, легковых много, а во-вторых, запреты почти везде на обгон. Да, вон знак стоит. И я уже говорил, за обгон баллы дают. Ладно бы только деньгами наказывали, а так баллы на права, а я это вообще не хочу. Вообще не хочу. Баллы, это 7 баллов всего. Если идти в Германию на дальнобойщика, надо набираться одному опыта. Что? Да, ну это, конечно, вот такая скорость, 25 км в час. Это который купил 350 коней, а загрузил 20 тонн. и теперь все должны, там даже спор начался типа трехполоска с разделительной полосой между и обгон запрещен, как такое может быть? Да, в принципе, меня тоже удивляет, но здесь просто, понимаете, народ, они очень топят быстро, и когда фура выезжает, например, он летит там 120, 130 по второй полосе, по третьей вообще 150-160 летают, и ты выезжаешь, вот он едет 30-40, и ты выезжаешь такой 50, а сзади легковая летит тебе 120, прикиньте, как бы это для безопасности вы фуры потихоньку куда вам спешить, типа, хотя у нас есть время, у них нету, так, ого, поэтому, поэтому, поэтому запреты, потому что для безопасности здесь все вот просто так, нету, просто так, какой-то мокрый поворот, 80, кто-то, зачем эти знаки, 80, 90, блин, не зря, наверное, улетало пару человек за дорогу, как бы, у нас это не так серьезно, потому что не те скоростя, здесь едешь 150, это как вообще стоишь, я ехал на Марсе, вот это, 150, дорога хорошая, идеальная, а там едут и 200, пролетают 200, ну, как бы, здесь все для безопасности, а на 200 километрах в час чуть-чуть, вот, скользкая дорога, что-то, где ты улетаешь, гей-гей-гей, очень быстро, вот автохофф и забиты, а вот такие паркинги зеленые, где нету магазина, ничего не забиты, во-первых, боятся 45, кстати, вот просили рассказать про 45, а во-вторых, выходные стоять как в лесу, все стараются там, где магазины есть, где народ ходит, ну и правильно, так, что, если идти работать в Германию на дальнобойщика, тогда надо набираться об одному опыта, я не знаю, как ты можешь набираться одному опыта, набираешься, как и все, есть большие фирмы, там набираются с опытом, короче, глупый вопрос, ничего отвечать, про Босуна, да, что-то я там в прошлой серии сказал, вы ответили, типа, она отвечает, что в Караганде, наверное, они развелись, кто-то говорит, он на автобусе где-то работает, кто-то, нет, неправда, ну, вроде все хорошо, никто не сказал, что, что что-то плохое, мне 15, сразу после 9 класса пошел учиться на слесарь, сейчас учиться 3 года, категория С, молодец, молодец, опять, типа, сейчас собираюсь ехать в дальнобой, везде вроде 2000, 2 с плюсом, я вот собрался такой, счастливый, а ты говоришь, что там без, остается 1200, 1300, и меня тоже спрашивали, типа, типа, почему ты так, что, 800 евро тратишь на себя, почему я так посчитал, во-первых, смотрите, если каденции, например, 4 недели, 6 недель работаете, 2 отдыхаете, то получается полтора, 3 месяца работаете, месяц отдыхаете, да, то есть вы, если считать на 4 месяца, то 1 месяц вы не работаете, значит, вы уже не 2200 получаете, не 2, а 1800, например, 1700, сколько, плюс дорога, 100 евро туда-обратно, плюс еда, и вот вам из 2000 остается 1400, 1300, если курить и там выпить на выходных, там, уходят денежки, да, 2000, но ты когда дома тебе не платят, и плюс расходы на дорогу и расходы на жизнь в машине, поэтому вы не считаете, что 2000, да, если вы, как я говорил раньше, типа, на год поехали, не уезжать никуда, и экономить, жить, не пить, не курить, как бы, в неделю там тратить 20-30 евро, тогда можно, тогда да, но если ты ездишь домой, о, чувак, с колесом проблемы, он съехал, ему подъехало, кто-то спрашивал тоже про ремонт, там, ты занимаешься, я не занимаюсь, вот у пацана у меня нет, пока колесо пробилось на прицепе, все, он встал, будь здоров, встал, и позвонил шефу, и все, ждет помощь, приезжает машинка, меняет колесо, поехал дальше, ничего с ремонтом мы не имеем, ну, я, по крайней мере, где-то в некоторых польских фирмах, ну, на прошлой фирме нас просили, поменяй колесо, если была запаска, и как бы, есть возможность, я один раз менял на прицепе колесо, ну, я там был и виноват, как бы, я залез на бордюр, диск погнулся, и колесо спустило, слава богу, резина вроде выжила, диск погнулся, с меня сняли 90 евро, за диск, херня, я думал, будет хуже, если бы резина лопнула, там и 300, и 400 евро, делаем ночной режим, а то она светит сильно в лицо, когда уже темнеет, это у нас ремонт, мостик там, да, ремонтировали, так что вот так, Вова, легион, БТР, Молодец, Андрюха, гнешь линию сил тебе, не знаю, какой это, бред ни о чем, да, блин, у меня все серии бред ни о чем, ты смотрю, каждую серию комментируешь, бред ни о чем, и смотришь, значит, ну, да я посмотрю, бред ни о чем, а, что там, что там ни о чем расскажут, а если передняя ось не поднималась, то отпустил бы прицеп вручную, 5 минут разминки и вперед, а как вручную отпустить прицеп, потому что я там не смогу крутить, когда он стоит на ножках, его когда чуть приподнимаешь, тогда можно крутить, не, он может там ломать спину, но это было бы трудно, это тогда, когда в порту, а кто-то говорил, что это задние подушки сели и поднялся, да, я согласен, потому что эти карщики, они не крутят сами, они взяли его, поставили, так же, как ножки были, так и остались, да, да, по-позару, один умный человек, да, вот, прозадрали, это Сергей ЧС, а, так и ты сказал, вручную прицеп бы отпустил, вот ты мне расскажи, как вручную отпустить прицеп, ну, наверное, можно, Baltic Transline, откройте Google Baltic Transline, и смотрите, там они берут на работу, у них рефрижераторы, опять, еще один большой колхоз, типа, Крайса и Киртеки, говорят, говно, ну, колхозы все говно, ну, как среднее говно, если берут без опыта, то, шикарно, Равиль Мюфсан был, да, я его тоже смотрел, мне это он нравился, на бочке он ездил, всех поддерживал, звал, говорит, едьте, не боить, не бойтесь, я тоже раньше вот такое говорил, как бы, ну, вот сейчас, если честно, вот кто-то мне сказал, что, мы тянем, тянем, знаете, человек думает, как бы мы рассказываем, наверное, только хорошее, или как, получается, и человек надеется, а когда приезжает, ему что не нравится, потом ты виноват, остаешься, поэтому, делайте сами выводы, хотите, не хотите, не всем это нравится, я уже рассказывал в прошлом видео, ну, вот, поляки, кидают, коллега попер, что-то у меня так, ну, давай с ним погоняемся, пацаны, ну, что, быстрее меня, не думаю, ну, если вам интересно, как бы, эта фирма очень большая, огромная, то есть, таких прицепов, дофига, если вы видите, по Европе, ну, кто уже ездит, то и встретите, то это очень, очень много, таких прицепов, но фирма, как бы, большая, одна, она по второму автобану, между, ганновером, и, по второму автобану, на Билли, кто проезжает, даже там, можете и меня, как-нибудь, увидеть, я туда заезжаю, беру прицепы, забираю, занимаются кухнями, очень большая фирма, блин, я надеюсь, здесь нету запретов, польский, бедный, старенький, Mercedes, Аксор, еще ездили, ну, ладно, наболтал я, достаточно, слишком долго тоже, неинтересно, без экшена, да, ла-ла-ла, тралала, не всегда же экшен, вот, нужно и ни о чем, а многим интересно, то, что задают вопросы, задают, у меня там есть, три-четыре серии, ответы на вопросы, сделаем еще, ну, все, парни, мне здесь уже, 150 каме осталось, часика два, буду дома, сегодня пятница, вечер, выходные дома, субботу, воскресенье, в понедельник, или в воскресенье вечером, или в понедельник, на работу, поеду опять, я смотрю, многие уже последние, уже последний рейс, смотрю, Михаил, ВК, уже, он уже, уже полтора месяца хочет дома, уже последний рейс, там, потом, кто еще, Пашка, смотрю этот, украинский, тоже уже последний рейс, хорошо живут люди, зарабатывают, все, жалуются, ну, у меня до 22-го, и потом до 8-го, где-то, ну, так, две с половиной недели, тоже будет отпуск, на недельку в Кишинев, недельку здесь отдохну, так, что, тоже отдохнем, все, всех, с наступающими, смотрите, лайкайте, всем привет, пока, удачи, парни, субтитры,